МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья, какие ключевые выводы этого доклада вы бы ответили в первую очередь? Важно понимать, что доклады Amnesty International рассчитаны на максимально широкую аудиторию. Речь не только о россиянах, которые отлично разбираются в текущей ситуации, но и для глобальной публики, для тех, кто живет в Америке, центральной, южной, в Африке, где угодно. Соответственно, этот доклад сконцентрирован вокруг двух типов людей, которые участвуют в публичных мероприятиях и даже не участвуют, скорее наблюдают за ними. Это либо журналисты, либо наблюдатели, люди, которые специально пришли посмотреть, насколько законодательство о публичных собраниях соблюдается в рамках того или иного мероприятия. В докладе проведено несколько случаев, когда журналисты подверглись давлению за их работу во время публичных мероприятий. Не только журналисты, но и блогеры в этом смысле достаточно широко мы смотрим на происходящее. И также разбираем те случаи, когда именно люди, которые работают как наблюдатели, которые тоже специально даже себя стараются обозначать, какие-то специальные жилетки имеют, какие-то специальные значки аккредитации, все равно тоже сталкивались с давлением. В докладе делается вывод о том, что это целенаправленная политика власти именно по выдворению журналистов и правозащитников, наблюдателей за пределы митингов, в том числе для того, чтобы информация не распространялась. Но если пройтись по конкретным кейсам, например, в докладе упоминается дело, история Федора Худокормова, журналиста, которого в феврале прошлого года толкнул и дважды ударил по голове сотрудник ОМОН. Но исходя из видео, можно сделать вывод, что все-таки это была конкретная неприязнь конкретного сотрудника ОМОН, который, видимо, из чувства безнаказанности ударил журналиста, прекрасно понимая, что перед ним именно журналист. Исходя из этого, почему делается вывод именно о том, что это целенаправленная политика властей, а не, например, частные конкретные злоупотребления полномочиями со стороны полицейских на каждом конкретном митинге? Каждый конкретный полицейский все равно руководствуется какой-то рамкой, которая задана. Эта рамка в том числе опирается на ощущение безопасности того или иного поступка, безнаказанности какого-то зла и преодоления своих полномочий. В данном случае мы говорим о том, что массовые случаи, которые были, действительно их много, ни один, ни два. Сотрудники видят такие истории, видят безнаказанность и понимают, что рамка свобода для них расширяется. И, конечно, если нет вот этой реакции государства, нет политической воли и инструментов, которые позволяют сказать «стоп, вот здесь у нас гарантии начинаются, сюда мы уже не идем», конечно же, полицейские свою личную неприязнь могут реализовать совершенно спокойно. И этого не должно быть. Мы как раз говорим о том, что важна рамка. И эта рамка может быть взята и из международного законодательства, и из национального, которая, несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы, все равно остается в постановлениях Конституционного суда, в постановлениях Верховного суда, которые затрагивают тему свободы собраний. И, в общем-то, в довольно богатой вот этой национальной практике вот эти какие-то стандарты, в том числе европейские и международные, хорошо отражены. Само законодательство о митингах носит уведомительный характер. То есть на массовые акции их организаторы должны только уведомить власть. В том числе, исходя из этого, мы знаем, что за последние пять лет, пожалуй, уже идет на тысячи человек незаконно арестованных или наличало задержанных на митингах. Но особое внимание в вашем докладе уделяется именно журналистам и правозащитникам. Почему? Несмотря на то, что есть огромное количество незаконных задержаний и простых мирных участников акций. Да, мы говорим о том, что надо сконцентрироваться именно на этих категориях, поскольку они меньше всего защищены текущими нормами. С одной стороны, мы видим, что да, есть специальные правила для журналистов, которые обязывают обвязаться оберегами, надеть специальную жилетку. С другой стороны, мы видим, что эти обереги не срабатывают, потому что вычисляют участников не по жилеткам, а по лицам. Камера тебя распознала, а при этом у нее там нигде в алгоритме не заложено, что ты журналист, у тебя вот жилетка, к тебе точно так же могут вломиться с обысками, а ты вообще-то выполнял свои должностные обязанности. Я уже не говорю о том, что, в принципе, присутствие в месте публичного мероприятия не должно никаким образом вызывать вопросов, если ты там при этом не совершал каких-то прям опасных преступлений, отдельных совершенно, не за сам факт участия в публичном мероприятии. В докладе упоминается, что большое число редакций независимых медиа вынуждены были покинуть Россию, потому что их продолжение работы угрожало им и административной, и уголовной ответственностью, и, в принципе, власти свели их действия к невозможности продолжать работу в привычном формате. По данным УВД-инфо, за 9 месяцев войны в России задержали почти что 20 тысяч человек, 19 с половиной. Причем 15 тысяч из них в первый месяц. Можно ли сделать вывод, что или на дефицит информации о задержанных и вообще о акциях протеста против войны в Украине повлиял тот факт, что журналисты уехали? Или все-таки это речь про репрессии и их фактор страха, который в итоге возымел действие? Я бы согласилась и с Пермо со вторым выводом, но, безусловно, если люди не знают о том, что происходит, если люди видят, что их выход куда-то, не увидят власти, и не увидят публика, потому что к ним не придет журналист, который, извините, такой же человек, и он в каком-то момент тоже боится в конечном итоге. Безусловно, это охлаждает активистов выходить. Люди продолжают выходить и что-то делать, но недостаток освещения их активности тоже присутствует. Мы видим, у кого-то друзья есть, все равно продолжают люди выходить, но какое-то существует общее мнение, что вот в России никто не выходит. Но это не совсем так, да? Будем честны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова